это так пошла запись мы в гостях у чернобаева времени буквально 15 минут я бы не затевал бы этот разговор меня будут ругать другом месте за то что я опаздываю но дело в том что я тебе подарил черенок из как я его назвал нет я говорю про это российский сорт серафим супер серафим теперь у него будет название да я тебя в двух словах скажу тебе и тем кто нас увидит а потом мы плавно перейдем грушам почему потому что у тебя сад какой-то особый все мои умудрился улучшить сейчас минутку я только скажу про это и так я еду это было примерно 20 лет назад если не 25 такие случаи я не забываю я иду через сизую голосует женщина я подбираю и только она села машину мы поехали в сторону майска гэс она мне вдруг заявлять или константинович у меня груша вот абрикосы ваши и груша но груша какие-то уж огромные плоды можем ли мы это самое можете ли вы не помните представляете это время прошло она лет 25 назад купила это было одна из первых покупателей и вот уже плодоносит ну допустим накинем еще 10 лет так я взмолился вернемся посмотрим тогда скажу возвращаемся к ней в сизую абрикосы как абрикосы не маленький королевский там нет ада королевский был потом серафим потом амур и снова серафим в общем все нормально подходим груши у меня глаза я же не знал я самый крупный это 300 грамм груши видел я говорю я узнаю ее по всем признакам это лесная красавица но под откуда эти 600 граммовые огромные вот и кстати еще зашел на украине другое название хочу дуле долями они там не знаю может определенный сорт вот короче определили что это она и кстати в 2001 году я на возле нее был только измельчал стоял у дуня потом было три фильма которые это доказательства явные 2016 год снимал нормально урожай сумасшедшие плоды крупные но пределах моих этих возможностей так теперь я тебе допустим дополню давай аналогичный случай черенки даже не скажу или твои это были или же у олега от сыроватки который с украины привозил конкретно лесная красавица так факт то что когда на седьмой где-то год примерно на седьмой или восьмой она дала хорошие плоды и я был тоже удивлен что это далеко не похоже на лесную красавицу величина вот если взять так это у по граммам но не знаю может быть где-нибудь 400 до 500 но громадные у меня жена их бомбами назвала просто условные названия я когда они уже близко к созреванию подошли это глубокой осенью уже где-то середина октября сорвал несколько плодов отнес сначала филипп его потом володе филиппе нашему садоводу думаю он то знает он по грушам давно работает вторую тотору те посмотрели как не знаем попросили черенков привели себе с этой же вот но спустя несколько лет она вот сейчас подросла где-то уже наверно метра внутри не меньше высотой такая роскошная на ней миллионы плодов завязывается но они где-то всего-то ну грамм по 200 не больше просто видимо когда дерево молодое и плодов не очень много бывает такое просто гигантский вот показывать там вот страшно у нас вот этот гигант подмосковье который груши почти такой величины вырастала вот эту ну а в конечном итоге сейчас вижу да это лесная красавица обычные плодики хорошенькие но у нее не каждый год но бывает такой окрас красивый провод в позапрошлом году на этой игрушки на той было ну не знаю так примерно с десяток пятнадцатилитровых этих люди вот вот жуткая там хотя дерево молодое листьев не видать почти на втором дереве то же самое у меня их два дерева и еще плюсом одна ветка привитая отдельно усыпана и вот а в прошлом сезоне несколько меньше было но может быть ветер 5 может 6 его так но мы начали то про абрикосы и так еще фильм снимал один и подтвердила хозяйка и ее сестра что именно эти деревья мои абрикосы мне абрикосы все-таки это интересный груш и наконец 2021 год мы с начнем с вами не знаешь аспиранка красноярская наш с тобой знакомая хорошая вот моя как бы уже сотрудница и мы заходим туда вот она моя серафим а плоды увеличились в три раза и стали нет небольшими но я взвешивал но я взвешивал уже не первые плоды а как уже когда как бы средний 95 98 грамм но это уже были не самые крупные а самая крупная вот если это кино выйдет монтаж вот здесь будет странная фотография вот если увидишь эту фотографию даже ты старый опытный волк валидов пойдешь искать я это самый ты же мне черенок приволок я буду в этом году при вот я поэтому и хочу с обращая на это внимание я несколько привью уже оттуда так я выкупил у нее черенки так все это меня будут очень сильно ругать вот благодарю за интервью мне к тебе приезжать это каждый раз событие вот повторяю мы брали интервью у чернобаева дмитриевича художника который совершенно не хочет стать профессиональным садоводом вот мне достаточно для души вот только для души это для души у него что не дерево то феномен как-то умудрился это улучшить несколько моих сортов а а времени то нет давай еще одно интервью ты уже рот открыл мне ехать надо любитель поэкспериментировать на дичок прививаю так 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 вот скажем вставишь такой на следующий год на него другой сорт это получается это знаешь как их называть но вот эта ерунда называется химеры и мне ученые круг сказал что варик константинович у вас химера долго не живут давай вот некогда ходить потом вот они долго вот они долго не живут вот они долго не живут так все это дмитриевич пожалей меня неудобно где дети ждут вот такие яблочки еще бы это это же тот неправильный golden daily что с железово правильно а ну вот все я пошел и извините так до свидания я тебе присылал звание если мы прощал и торгуем то ты лучший садовод любитель хакасии юга красноярского края и похоже все сибири не 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 понятно ты сейчас от скромности умрешь и все и мы потеряем лучшего садовода пока друзья все все и и и Продолжение следует...